Привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Вадим Короленко, я сооснователь университета Atom и основатель маркетинг-агентства «Подруга Цукерберга». Друзья, очень частый вопрос, который мне задают, это то, как работать с детальным таргетингом в Фейсбуке. Сейчас поделюсь с вами основными правилами использования детального таргетинга в Фейсбуке и одной главной новой фишкой по его использованию. Начнем с правил использования детального таргетинга в Фейсбуке. Первое правило. Можно и нужно использовать сужение детального таргетинга. Как это работает? К примеру, вы хотите найти предпринимателей, которые являются основателями салона красоты, предположим. Вы можете выбрать в основном пули детального таргетинга интересы, такие как салон красоты, бьюти-индустрия и что-то, что подобное смежное по рекомендациям вам выдаст. И выбрать в сужении, к примеру, то, чем интересуются действующие предприниматели. К примеру, бизнес-планирование, бизнес-масштабирование, бизнес-модель, бизнес-конференция и так далее. Второе. Детальный таргетинг всегда выстраивать под один сегмент целевой аудитории. Если вы хотите привлечь себе аудиторию, к примеру, предпринимателей из автоиндустрии, то ваша группа объявлений в Фейсбуке детальный таргетинг должен быть настроен именно на предпринимателей из автоиндустрии. Нельзя смешивать туда, к примеру, предпринимателей салона красоты, предпринимателей автоиндустрии, предпринимателей из направления производства мебели и так далее. Один сегмент, одна аудитория детального таргетинга. Назовем это правило одного сегмента. Третье правило. До 5 интересов поведенческих факторов, либо демографических интересов в один пул детального таргетинга. Больше 5 использовать малоэффективно, там требуются большие бюджеты, но если бюджет у вас там, скажем, меньше 100 долларов на одну группу объявлений, то всегда рекомендую использовать до 5 интересов демографических факторов, либо поведенческих в одном пуле детального таргетинга, чтобы Facebook мог их перебрать между собой, распределить бюджеты и найти именно тот самый эффективный. Четвертое правило. Не смешивать поведенческие факторы с интересами. Почему? Facebook по-разному взаимодействует, по разным алгоритмам, по интересам он определяет, чем человек интересуется в Facebook, на что реагирует, какие комментарии оставляет, на какие группы подписан, на что подписаны его друзья. А по поведенческим факторам Facebook определяет, где человек находится, как часто он путешествует, все это смотрит, к примеру, через мобильное приложение. Это разные алгоритмы Facebook, поэтому если смешать их в один пул, где выбрать поведенческий фактор, частые путешественники и интересы выбрать, что он предприниматель, это может сработать совершенно некорректно и подобрать вам совершенно не ту аудиторию и увеличить стоимость лидов. Назовем это правило Don't Mix. Пятое правило. Не делайте много сужений в детальном таргетинге. Чем больше вы будете сужать свою аудиторию, делать раз сужение, два сужения, тем более дорогой у вас будет по стоимости лид. Назовем это правило Не пережимай. Не пережимай свою целевую аудиторию. Знаете ли вы еще какие-то важные и главные правила по использованию детального таргетинга в Facebook? Если да, поделитесь этим в комментариях ниже. А теперь главной и новой фишки использования детального таргетинга в Facebook. Детальный таргетинг сейчас можно в принципе вообще не использовать. Можно оставлять его пустым. И сейчас расскажу вам, как это работает. Самая эффективная стратегия последнего года это широкая аудитория. Поэтому детальный таргетинг можете оставлять пустым. Как это работает? В случае, если детальный таргетинг вы не выставляете, то вы делаете полную ставку, некий all-in на рекламное объявление. Именно рекламное объявление является тем самым первым фильтром и от него зависит, какая аудитория к вам придет на вашу рекламную кампанию. К примеру, вы можете сразу транслировать цены для того, чтобы пришла платежеспособная аудитория. Вы можете сразу говорить, для кого ваше предложение в рекламном объявлении, для того, чтобы именно та целевая аудитория пришла на это рекламное объявление. И в дальнейшем, благодаря тому, что нужная целевая аудитория цепляется за ваше рекламное объявление, получается так, что оптимизация проходит именно под эту целевую аудиторию. Facebook ее находит, он видит, какая цепляется за это рекламное объявление и начинает показывать все больше показов делать именно этой целевой группе. Переходи по ролику здесь. Это смешной формат разбора рекламных креативов. Поэтому, чем более точно вы выстроите свой коммуникативный месседж в рекламном объявлении, тем более круто и эффективно пройдет запуск на широкую аудиторию. Это лишь одна фишка по использованию детальных таргетов в Facebook, а еще больше фишек, примеров, кейсов мы разбираем в нашей авторской программе Трафиколог, в которой уделяем 3 часа на разборы, рекламные объявления, креативы и все остальное. Подписывайтесь на наш канал, следите, ставьте колокольчик в приоритете и до следующих выпусков.